Межнациональный спортивный турнир «Союз народов» по сетокам карате прошел в Самаре уже во второй раз. С каждым годом за победу борются все больше спортсменов. В этом году в соревновании приняли участие 170 школьников в возрасте от 6 до 14 лет. Из спортивных школ Самарского региона, соседних областей и Республик Приволжского федерального округа. Именно это мероприятие, оно уникальное по своему роду, потому что в 2019 году это же мероприятие носило формат турнира Самарской области. Сейчас уже турнир Приволжского федерального округа. Огромное количество спортсменов. Сетокан – один из самых популярных стилей карате. Принцип этого вида боевых искусств основан на ведении боя сразу с несколькими противниками. Стойки низкие и широкие, удары руками мощные и реверсивные, с включением в удар бедра. Поэтому судьи в первую очередь оценивают технику выполнения движений. Целью открытого кубка по сетокам карате «Союз народов» стало не только выявление талантливых спортсменов, но и укрепление отношений между представителями различных национальностей. Они же люди разных национальностей. Это с самого детства друг друга будут знать, будут вместе расти. И это для меня важнее всего, честно. Да, важно само составляющее спортивное, конечно, но важнее всего это отношение. Важнее всего понимание друг друга. Организаторами открытого кубка Приволжского федерального округа «Союз народов» по сетокам карате стали администрация Самары, Самарская региональная общественная организация «Армянская община», Союз народов Самарской области и спортивный клуб «Карс». Соревнования воспитывают волю детей, духа боевой, настрой. Здесь формируется характер у детей. Поэтому очень важно, чтобы дети выступали на соревнованиях и показали боевой характер, боевой дух спортсменов. В следующем году организаторы хотят вывести межнациональный турнир «Союз народов» по сетокам карате на всероссийский уровень, чтобы выявить самых лучших каратистов страны для выступлений на международной арене. Мария Елчан, Никита Колосов, Сергей Баскин. События.